Привет, дорогие друзья! С вами Наталья Смирнова, финансовый блогер и основатель онлайн-школы по личным финансам на oneschool.ru. Я продолжаю наши регулярные выпуски по разбору тех или иных имитентов, и сегодня идеальный день для того, чтобы разобрать AT&T. Вы меня об этом тем более просили. И поскольку ситуация достаточно срочная, то эфир из дома, потому что времени на студию и монтаж у меня, к сожалению, сейчас нет. Итак, почему сейчас интересный день для того, чтобы разобрать AT&T? Ну что ж, 17 мая 2021 года дочка AT&T, Warner Media, объявила о том, что будет сливаться с Discovery, будет объединяться с этой компанией, они будут создавать холдинговую компанию, которая вообще имеет все шансы потеснить Netflix и Walt Disney. Если все пойдет хорошо, то ожидается, что в 2023 году эта объединенная компания выйдет на EBITDA на уровне около 14 миллиардов долларов. Ну, естественно, речь идет о годовой прибыли. И у AT&T будет 71% доля вот в этой новой холдинговой компании. Казалось бы, ну, чем-то интересное, перспективное, наверное, акции AT&T должны были на этой новости рвануть вверх. Увы, это частично было так, но потом все, как обычно, пошло не в ту сторону. На открытии рынков, американского рынка, безусловно, 17 мая, акции пошли вверх, но потом к закрытию сессию прошли вниз, показали убыток. А вот 18 мая акции, ну, на первых порах пошли вниз и упали больше, чем на 7%, но потом чуть-чуть скорректировались вверх. Почему? Почему такой кошмар? Почему такой ужас? Ну, все оказалось достаточно просто, прозаично. Для того, чтобы эту сделку совершить, AT&T придется урезать дивиденды. Раньше AT&T, известно, была своими шикарными, вкуснейшими дивидендами на уровне 6, даже больше процентов годовых в долларах. Ну, представьте себе, это же реально круто. Но компании придется по результате этой сделки направлять на дивиденды от свободного денежного потока всего около 40-43%. И это будет, ну, где-то, ну, примерно вот около 4% годовых, может быть, даже чуть поменьше. Вы скажете, ну, там, 3,5-4 годовых, это же круто, это все равно здорово в долларах. Да, но это почти половина, в общем-то, половина от того, что было. И в результате акции пошли вниз. Стоит ли так печалиться? Действительно ли компания AT&T перестала быть интересной? Для меня наоборот. Почему? Первое. В результате этой сделки AT&T получает кэш 43 миллиарда долларов. И прекрасным образом будет способна сократить свой достаточно высокий долг. AT&T, да, действительно, весьма обремененная долгом компания. Во многом из-за не очень удачного приобретения в 2018 году. Это была компания Time Warner. И здесь получилось все не очень здорово. Компания AT&T стала весьма и весьма закредитована. Нет, она, конечно, способна справляться со своими долгами. Но, тем не менее, из-за того, что у компании были достаточно высокие дивиденды и еще высокий долг, а прибыльность постепенно начала снижаться, то получалась ситуация, что компания сильно отстала от своих конкурентов в части тренда 5G. И потенциал этой компании на будущее для меня лично оставался весьма туманным. Но сейчас со снижением дивидендов, с серьезным сокращением своего долга, для меня компания, наоборот, стала наиболее интересной на долгосрок. Долгосрок это где-нибудь 2024-2025 год и далее. Судите сами. До этой сделки вот какие были основные коэффициенты финансовой устойчивости у компании AT&T. Я их с вашего разрешения зачитаю. Но я в комментариях к этому ролику оставлю ссылку, где есть все эти коэффициенты. Вы сможете их сами посмотреть. Итак, debt equity, то есть заемный капитал к собственному AT&T, составлял 113-114-115% в зависимости от года. Ну, немножечко многовато. Не могу сказать, что критично, но все-таки. Дальше. Коэффициент текущей ликвидности, current ratio, составлял 0.82. И это печаль, потому что здесь, если этот коэффициент ниже, чем единичка, это риск кассового разрыва. Это говорит о том, что у компании на краткосрочное обязательство может не хватить ликвидных средств. То есть денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, товарно-материальных запасов и краткосрочные дебиторки. Это, конечно, на самом деле печаль. Дальше. Если мы посмотрим на коэффициент interest coverage, то есть это коэффициент, который показывает, хватает ли прибыли компании на то, чтобы платить проценты по долгу, то у AT&T это было 3.2. Да, все классно, этот коэффициент должен быть больше, чем единичка, но если у AT&T был тренд на некоторое снижение прибыли, то вы понимаете, что это может при достаточно большом заемном квитале привести к тому, что компания в какой-то момент может иметь проблемы с тем, чтобы платить по своим долгам. Ну и коэффициент DAT к EBD был около трех. Это многовато для достаточно развитой отрасли и для развитой страны. Поэтому, ну, это не супер критично, но все-таки это показывает солидную, серьезную долговую нагрузку. И компания благодаря этой сделке сможет ее подсократить. И благодаря снижению дивидендов освободить деньги на то, чтобы в будущем все-таки пытаться нагнать позиции на рынке 5G. Так что на долгосрок мне эта бумага нравится. И я скажу честно, на распродаже 18 мая я в нее вошла на 5% своего портфеля. Но, как мы сами с вами понимаем, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Мы понимаем, что купать, покупать, не покупать эту компанию решаете только вы и больше никто. Готовы вы к риску, решаете только вы. Никто вам не гарантирует, что эта акция в будущем не упадет в цене. Никто вам не гарантирует, что дивидендная доходность в будущем не сократится еще дополнительно. И также мы понимаем, что это акция иностранного эмитента. И по дивидендам в отношении этой компании вам придется отчитываться самостоятельно, подавать налоговую декларацию. Потому что брокер не является налоговым агентом. Так что здесь принимайте решение самостоятельно. Мне она представляется интересной и перспективной. Ну а вам, это уж кроме вас никто не знает. Опять, информацию об этой компании и тикер этой бумаги я оставляю в комментариях к этому ролику. Вы можете ее купить на российском рынке, даже если вы не квал. Напишите мне в комментариях, если вам было полезно. Поставьте лайк, расшарьте этот ролик с вашими друзьями, коллегами и так далее. Подпишитесь на мой канал, если хотите узнавать еще больше. И если вы хотите, чтобы я еще кого-то разобрала, напишите в комментариях. И я все сделаю в кратчайшие сроки.